Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, друзья! Всем-всем-всем-всем привет! Всем доброго-доброго времени суток Надеюсь, что у вас всё ок И перед началом ролика хочу вам посоветовать канал, который называется Happy Victoria ASMR На этом канале вы для себя сможете найти много всего интересного Хорошие ролевые игры, замечательные триггеры Виктория также часто стримит и ведёт активное участие в жизни своего канала Чтобы не быть голословным, давайте пару видео вам покажу с её канала Ты очень устал Сегодня я тебя расслаблю Надеюсь, вам понравилось Ссылочку на её канал я оставляю в описании Всем рекомендую зайти, подписаться, ставить лайков и написать ей хороших комментариев в вагон Потому что Виктория очень для нас с вами старается И выпускает хорошие, качественные ролики в формате ASMR Всё, у меня пока всё Давайте приступать к нашему ролику Здравствуйте, друзья! Всем-всем-всем привет! Всем привет Сегодня у нас будет игра, которая будет называться Угадай мелодию Практически Она будет угадать триггер Такая Народная игра Так назовём её Сегодня буду стараться вам показывать триггеры таким образом Чтобы вы их по максимуму услышали и видели лишь какие-то из их частей Вот Здесь у меня лежит микрофон зум Насколько вы уже слышите, да По нему я буду То ли водить Какими-то предметами То ли Буду Стучать по ним Чтобы понятно было, из какого материала они сделали И так далее И кусочек предмета я буду показывать Я буду стараться показывать его так Чтобы не было понятно, что это в целом То есть я буду показывать очень крупную деталь Предмета, например, вот так Да, интересно, что же это такое Сразу говорю, что у меня объектив сейчас стоит на фотоаппарате, который достаточно близко может приблизить Который достаточно близко может приблизить Да, это волосы на моей руке, я их просто не побрил Да, ну ладно Давайте продолжать Я немножко повожу им сейчас по микрофонам этим предметом Конечно, я специально вам не показываю его, чтобы вы сразу же не догадались моментально, что это может быть Но поверьте мне, это достаточно простой Простой предмет Очень простой У меня таких предметов много здесь Много их на студии Ещё раз покажу вам Вот так Смотрите Видите, какая штука Очень-очень простая На самом деле, могу вот с другой стороны показать Ну вот Такая вот штука Это был первый предмет Это был первый предмет Надеюсь, что вы все предметы, друзья, угадаете Я знаю, что многие из вас любят играть в всякие разные игры Например, в крокодила Кстати, мы играем в крокодила на стримах Поэтому приходите обязательно на стрим Мы там разыгрываем разные приколы Типа сигны и так далее Ну, общаемся И вот Если вам скучно и не хватает общения Приходите обязательно на стримы к нам Будет весело Ну, как весело Будет, в принципе, то же самое, что на видео Но будет больше интерактива, конечно То есть я с вами общаюсь на стримах, да Вот В общем, ладно Это был первый предмет, который у нас был И я надеюсь, что вы угадали уже, что это Второй предмет Давайте немножко послушаем его для начала Он также достаточно одновременно и простой и сложный То есть такие предметы есть, конечно же, у нас у всех дома И давайте покажу вам его поближе Немножко, чтобы вы понимали, что это может быть Да Вот он Видите, сразу же понятно, что это Сразу же Давайте будем немножко отдалять, чтобы он словился в фокус Вот он Очень-очень простой предмет Очень простой Видите, какой Это одна его часть Да, лишь одна его часть Я надеюсь, что вы угадаете сразу же, что это Потому что, в принципе, это Это не сложно должно быть для вас Может быть, вас Что-то запутать, конечно, может Но Я готов выслушать все ваши предположения Например, что это может быть, да Например, это может быть, что ключ какой-то, да Я, блин, переиграл в Resident Evil Это не ключ, конечно Это что-то из стекла, да Судя по звуку, наверное Какое-то украшение может быть или что Что же это Что же это может быть Вот так вот оно звучит Вот И покажу немножко другой краешек Я не знаю, зря может быть, но вот он Вот он, видите Очень такой Еще такие звуки может издавать Веселый предмет, правда На самом деле, я Использовал его только Один раз В жизни По назначению То есть И пользовался им ровно один раз Ровно В один день Давайте дальше будем смотреть У нас еще куча с вами Куча целая Предметов Надеюсь, что вы, конечно же Надеюсь, что вы сразу вот угадываете, да Следующий предмет Он тоже очень простой Есть в каждом доме 100% Сейчас я обратно вот эту штучку подсоединю Теперь покажу вам его немножко поближе Поближе Видите сразу, да Видите, что это Это очень просто Это очень простой предмет Давайте вот с этого ракурса вы посмотрите И вы сразу же угадаете, что это Смотрите 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 Очень-очень просто Все очень Очень и очень просто Вот Теперь немножко понажимаем Понажимаем кое-что Вот так вот Видите, как здорово Вот Замечательно 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 Вот такой вот у нас был Третий предмет Я не хочу, конечно, показывать целиком Потому что сразу вы угадаете, что это На самом деле, думаю, что многие уже и так Догадались Но если вы ещё как бы не знаете, то можете просто писать свои предположения Если вам, конечно, интересно Если вам не интересно что-то писать, то можете не писать ничего И просто слушать какие-то триггеры, да Именно вот на слух Именно на слух Так, следующий предмет вы ни за что не угадаете Ни за что не угадаете Потому что я сам, на самом деле, даже не знал Что это вообще такое Может быть, даже если его увидеть вот так целиком и полностью Давайте я вам покажу Видите, вот такой вот замечательный предмет Вот он Давайте с другой стороны посмотрим, что это такое Я думаю, что его как раз никто не угадает Поэтому я его даже Могу вот по каким-то кусочкам показать Смотрите, видите Вот И тут даже написано Кое-что на нём И я Покажу только три буквы В конце которой Вот такие вот Три буквы, видите ОЛЬ ОЛЬ Написано ОЛЬ А всего букв здесь много очень Поэтому Чтобы вам было интересно Можете попробовать Создать какое-то слово из этого ОЛЬ В конце, да Давайте немножко таппинга Немножко таппинга по этому предмету Вот так вот Ребята, ну стараюсь изо всех сил разнообразить как-то контент Я прекрасно понимаю, что возможно вам уже некоторое видео надоели форматы Да, но в одно видео стараюсь Не знаю, получается ли или нет Но Честно, очень хочется вас порадовать Вот потому что Ну, люблю вас, вы молодцы Вы Вы же, мои подписчики Самые лучшие Вот поэтому Не знаю Не судите строго Если вдруг вам Если вам вдруг не понравилось Вот, ничем будем пробовать ещё другие форматы, конечно же И так Это был, я так понимаю Четвёртый Да Четвёртый предмет Надеюсь, вы, конечно же Угадали сразу Что это Здесь, кстати Видите, чего Смотрите, что здесь есть Здесь есть Вот такая штука Вот Это Липучка Липучка Немножко звуков липучки, конечно же Вот такая вот штука Сейчас мы обратно Прилепим Потому что, в принципе, этот предмет, я думаю, будет ещё использован Но не сейчас Вот сейчас Просто, если ты ждёшь своего часа Следующий предмет Который Я думаю, что вы сразу все угадаете, если делать им звуки Мне очень нравятся звуки вот этого предмета, который издаёт Да, предметы Очень крутые Конечно же, это тостер, друзья Да, вы указали Это тостер Да Отлично Вот он Вот такой вот Блин, давайте покажу его вам Вот Чтобы вы увидели Чтобы вы увидели примерно, как он выглядит со стороны Видите, как вот такой вот Разводной качественный ключ похож немножко Опять же, не могу вам, повторюсь, не могу вам целиком его показать Потому что Давайте немножко света дадим Потому что что-то у меня свет сбился Вот так надо сделать Вот так получше будет быть Вот видите, какой предмет Не знаю Не знаю, видно ли вам хорошо или не очень Ну, понятно по звуку, да, что это Прекрасный предмет, на самом деле И мне очень нравится его использовать в формате ASMR Давайте будем продолжать Да, давайте будем продолжать И следующий предмет Я просто вот наобум беру предметы, все которые вот мне под руку попадаются Потому что это может быть вообще всё что угодно, друзья Всё что угодно это может быть И следующий предмет звучит вот так Вот так вот он звучит очень Очень просто, на самом деле Очень промотан под таппинг По нему можно делать под таппинг Насти Каменский и под таппинг Вот так Сделаем по нему такой таппинг Смотрите такой Вот Этот предмет очень часто используется в офисе Либо же при учёбе, либо же где-то Ещё вот так вот он открывается, нифига себе вообще круто Вот так Просто послушайте, как он круто открывается и закрывается Это же просто мега-мега классно Вот 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 такой вот предмет Давайте вам покажу его немножко поближе Может быть вам плохо видно, да? Вот видите, очень-очень простой предмет, на самом деле Очень Очень простой Вот Вот Такой вот Такой вот кусочек вам могу только показать Да Что же это такое? Интересно Похоже на какого-то чужого Знаете, да? У нас Были такие фильмы когда-то Чужой-чужие Все помнят Наверное Так И Заключительный наш сегодняшний предмет Друзья Сразу скажу, что он Самый-самый-самый сложный Потому что Если не сталкивались с этим раньше То хрен вообще поймёшь, что это такое Ну Но у меня, тем не менее, этот предмет дома лежал Где-то уже года два лежит И У меня сегодня как рука не поднимается Его продать Я всё жду лета, чтобы его использовать Всё жду лета, чтобы его использовать Ну давайте попробуйте Да По нему делаем таппинг На самом деле, я думаю, что я даже целиком могу его полностью показать Вот смотрите, какое оно полетело Там 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 В такой предмете Очень интересно Смотрится Да, можно какие-то фантастические фильмы снимать Например Вот Типа литит один Такой это планета Да, по которой ползёт Какой-то огромный монстр Типа Пора, наверное, летя домой Потому что что-то я заработался Но, тем не менее, давайте попробуем угадать Я даже готов вам целиком и полностью показать вот здесь Смотрите Смотрите на него И что же это может быть Что же такое может быть Что же это может такое быть Даже сам не знаю У этого есть даже название Вот у этого даже есть название Какое-то хитрое И на самом деле этот предмет Ну, случайно ко мне попал Я покупал одну вещь, а с рук И этот предмет мне достался в комплекте с этой вещью То есть, ну И я вот еще хотел его использовать Но никак мне Никак мне это не удавалось Вот Чем-то я все время забывал А потом, в конце концов, у меня поломалась эта вещь С которой я Купил этот предмет И, ну, к сожалению, другая вещь Которую я потом купил на смену Эта вещь туда не влазила Поэтому вот у меня он лежит и ждет лучших времен Возможно, как-нибудь со временем Я куплю себе опять эту вещь И использую его Потому что у меня были планы на него Но это можно использовать только когда тепло Зимой вряд ли получится Вот такой вот предмет, друзья Вот такой предмет, видите, как планета Просто Ну что ж, я надеюсь, что вам было интересно По крайней мере, хотя бы как-то мы разнообразили контент чуть-чуть Если Ну, если вам вдруг Интересно, да, какой-то контент посмотреть И вы видите, что Ну, я имею возможность это снять Например, да, то вы можете смело Предлагать мне в комментариях Либо же в сообщениях в АК, например, или на почту Пишите мне Смело предлагайте мне какие-то идеи, роликов Я, ну, кстати, в Инстаграмчик, да Я всегда рад открыть сотрудничество В плане того, что если вы предложите мне какую-то крутую идею Я ее обязательно сделаю Если, конечно, мне понравится идея И я смогу это осуществить Потому что, ну, не все, конечно, можно осуществить Вот, например, я не могу В офисе там использовать какие-то Ну, опасные предметы, да Там, которые в плане вот подсгорания Там и так далее Потому что вот недавно мне там предложил Один подписчик сделать какое-то дымовое шоу Ну, к сожалению, у меня нет такой возможности сейчас Хотя я подумаю, опять же, над этим Вот, опять же, у вас есть, в принципе, возможность мне предлагать А я, ну, хорошие идеи Я очень люблю, поэтому Будем стараться, будем делать видео Это все, друзья, для вас Для вас и только для вас Все, вы красавчики Всем удачи, до свидания И всего самого-самого наилучшего, друзья Пока Спасибо тебе за просмотр Надеюсь, видео тебе понравилось Если это так, то ставь лайк И подписывайся на канал А также бей в колокол Если у тебя есть вопросы Или предложения С удовольствием на них отвечу в комментариях Если хочешь поддержать канал То ссылочка на донат в описании Рад был помочь тебе расслабиться До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова